Добрый вечер, с вами Николай и Мэйн Райан, The Elder Scrolls Online. Что у нас интересного? Я только что досмотрел сериал Игра в кальмары. Здесь хотел где-то часов в 6 вечера, сейчас уже почти 10. Досматривал. Ну что, прикольно, посмотреть можно, интересно. Смотрите, кому как. Так, ладно, давайте погружаться в мир свитков. Что у нас интересного тут? Приняту нам с саботом. И все. Поговорить с королем Мэйн? Нет. Возьмем, где ты, солдаты повсюду. Они перевратили нашу святыну в лагерь рабов. Беги отсюда, пока можешь. Что за солдаты? Солдаты Доминиона. Их ведет генерал Эндари, нефритовый мясник города Кармаун. Они заставляют нас вести раскопки, рыть землю. Они ищут что-то скрытое в его глубина. Ты знаешь, что им надо? Один из солдат говорил про какой-то предмет по названию накидка Раджина. Мой друг Брэлор очень этим обеспокоен. Он попросил меня предупредить гильдю магов из города Алдар-Мрут. И впереди я вижу его таким звуналом и взволнованным. Брэлор знает, что происходит. Может, нужно с ним поговорить? Говори с Брэлором. Представляете, Брэлор возле тех светящихся корней. Будь осторожен. Она осторожна. Не забывая, что я играю девочкой. Ну, так получилось. И знал бы я своего основного чувака, делал бы храмовники. Ну, реально храмовники это вещь. Храмовник это читерская вещь. Сейчас заберем осколок. Кстати. Почему? Потому что я неровно осторожно мочил сам. Единую в одиночку. Ну, то есть некоторых я уже мочил. Не всех, конечно. Можно посмотреть, поэкспериментировать. Например, Найтблейдом я не мог такое сделать. Брэлор. Ты ведь не с паумниками, верно? Тогда, возможно, сможешь нам помочь. Генерал Эндари ищет здесь реликвию под названием Накидка Роджина. Она не должна ее получить. Она то ли не осознает опасности, то ли думает, что на нее она не распространяется. Почему ты не хочешь, чтобы генерал Эндари нашла? Я боюсь, что ее могут использовать негравильно. Кто-то не готов обращаться с подобными реликвиями должным образом. Они могут извратить генерал Эндари, и можно это объяснить. Но после того, как она заставила паломника ввести поиски, я ей не доверяю. Если Накидка Роджина так опасна, зачем он... Я знаю, как обращаться с подобными реликвиями. Для выступления в гильдии магов я надеялся сложить восьми. А потом подумал, почему бы и не совместить. Если нам отдастся найти артефакт под названием Накидка Роджина, я смогу узнать, как безопасно его перевести. Где нам лучше начать поиски? Ревни перенести и верят в то, что вельгинейские камни хранят воспоминания о блаждающем городе. Ранее я слышал, как об этих камнях уговорилась волда. Если ты сможешь повести меня мимо оледеных троллей, мы сумеем понять, какое отношение эти камни и Накидка Роджина имеют друг к другу. Почему ты боишься оледеных троллей? У лапища человеческий рост, ненасыданная утроба и челюсти способны перекусить ногу лошади. И почему же я боюсь оледеных троллей? Вопрос в том, почему их не боишься ты? Расскажи мне о генерале Эндаре. Генерал высоких эльфов. Широко известна. Или печально известна. Смотри, у кого спрашивают. Ее невредовые драгуны используются уважением, но... пользуются вознажением. Но у нее самой репутается неоднозначная. В последний раз, когда я слышал о ней, она была в городе Хейвен. Зачем ей нужен этот артефакт? Она... это... Очень хороший вопрос, который занят за свой множество других. Накидка Роджина – это каджитская легенда. Почему она выбрана для поиска в Градвуд, родину королево-лесных эльфов? Как Накидка оказалась в местечке под названием «Зимняя стоянка Филонести»? Накидка... кто такая Роджина? Роджина – это каджитский бог-боманщик, которому называются воры и мошенники. Каджитская легендах повествует о величайших проделках Роджина. Говорят, из всех теней, исполняют его приказания и орудуют по всему Тамриэлю. Тени? Семь? Да, каждая тень отражает ту или иную сторону личности и силу Роджина. Это может быть обычная метамолфа, настоящая живая тень и личная дноя. В какое отношение она имеет отношение к самому городу? Есть у меня одно предположение, но пока я не подкрепляю его фактами, это просто сотрясание воздуха. Может быть, велики индийские камни нам что-нибудь подскажут? Ну, пошли. Уилки индийские камушки. Стоп, не понял. А, тут должен быть какой-то, что скрывает у тебя камень. Подожди, это не великий индийский камень. Это не такой камень. Ну, ты чё, разрадуешься. Должно быть что-то ещё. Папитеку означает великий индийский камень. Это не великий индийский камень, я люблю. Смотрю. Кто ты? Что привело тебя в мой дом? Я скромный похититель середец. Я пришёл украсть сердце из-за этого блуждающего города. Украсть моё сердце или успокоить свои чресла? Вижу, твоя стрела уже готова выстрелить. Такой непритязательный ротик может привискать где угодно. Эта черта нас объединяет. Как было бы не ясно, если вы вместе отправились? Я замужняя женщина, так что придётся тебе поголубить. Если, конечно, ты не хочешь устрять пир сам себе. Хм. А ещё можно продолжение? Мне неинтересно. Нет, женщина молодец. Отказалась. Ну как? Может, она знала, что её снимают? Ну, в смысле, скрытая камера снимает. Поесть. Блин, кушанел. Молодцы, разрабы, красавчики. Серьёзно. Не, действительно. Что ещё мы можем узнать? Я не могу спать. И мой мужик не проспасит. Что зацвала шутка? Опять? Одна твоё слово, ледяная рома, я позволю тебе уснуть в моей постели. Мерзавец, ты хочешь украсть у меня... у меня... у меня... у... меня у мужа? Из города, который я называю домом? Я украл у тебя лишь самую, ты у моего мужа. Должна быть нелегко любить того, кто не уделяет тебе внимания. Да что ты знаешь о любви, чудовище? У тебя её никогда не было, и от меня ты её не дождёшься. Боже, женщина, мне нравится. Твои протесты звучат неубедительны, леди Нерона. Посмотри, насколько я несерьёзно, когда я украду тебя у мужа из дома. Кручёт гнида. А где... Если она изменить своё мужу, я очень огорчусь. Ничего слова. Может, ей просто кошмарить? Давай посмотрим, что открыт эти камни. Влетит у меня, моя маленькая птичка. Чё за нахуй? Что ты сделал? Где я? Я построил этот зал глубоко под блуждающим городом, чтобы хранить в нём... Дорогое сокровище. Ты будешь здесь без опасности вдалеке от внешних угроз. Зачем ты это сделал? Неужели твое сердце так же холодно, как этот зал? Это твоё сердце холодно, леди Нерона. И если тень Роджена почувствуешь, что она теплее, то отношение к нему тюрьма, построенная твоим отказом... Разрушится никуда я. Лучше останусь ледышкой до конца времени, чем разделюсь с тобой хотя бы... минутку. Так то, может быть, твое замерзшее сердце останется в этом зале на веке. Я ставлю свою накидку, чтобы спрятать козор, который меня покрыл. Прощание, Рома. Я не знаю, почему Рома заставил копать. Надо это обсудить. Ревнители и Филистяне. Или нести. Заставили копать. Женщина! Ты охренительная. Сразу говорю. Вот такая жена должна быть у мужа. Не в жизнь. Даже ценой своей жизни не предать. Да и муж тоже такой должен быть. По сути. Идея. Не, я честно говорю. Найти бы именно такую, которая готова. Ладно. Не важно. Генерал Андариум было уверено, что Накид Караджина спряталась под местечком на зоне Синяя Стоянка Полейнести. Она заставила ревнителей Полейнести искать то промерзшее хранилище, и похоже, они его нашли. Вот откуда взялись ледяные тролли. Как нам найти реликвию Накид Караджина раньше, чем это сделает генерал Андари? Может быть, Киртор сможет нам помочь реликвию. В Полейнести никто не возглавляет, но после появления солдат он старается держать ситуацию под контролем. Возможно, он знает, где находится хранилище. Че? А где его искать? Последний раз я его видел в лагере, возле места раскопок. Там были ревнители Полейнести и горская солдат. С самого места раскопок нам нужно избегать. Там внизу ледяные тролли. Что ты можешь рассказать о ревнителях Полейнести? Они мирный народ. Большинство верно, что их вера однажды притянет в нуждающий город обратно из того места, где он сейчас. И как они собираются это делать? Вы лучше спросите их сами, объясните их забраждение. Я заметил, что такому религентному полу подвержены не все. Некоторые используют ежегодную полуничтую как предлог, чтобы устроить пир в честь Фонейнести. Лишь бы что-нибудь отпраздновать. Понятно. Оу, да! Что это у нас такое? Найти в лагере и... Ну, не замочим. Нет, он нас сожрет. Оу, ашара. Я думал, что никогда не уходил. Ты кто? Мастер, подожди. Пошли, наверное. Оу, мне нужен телепорт. Телепорт. Гир, телепортатион. Таёшкин, кошкин, куда вы его засунули? Аля, блин. Вот. Гублин, охреновый. Так, есть. Хорошо, еще один. Давай замочим его? Давай. Сожни его. Да и сожни его. Сожни. Да кто тут? Че? Че за нахрен это было? Я че-то не понял, вот жжи. Либо мне показалось, либо из них вылазит, короче, чуваки. Ну, блин. Сейчас я еще хочу одного найти посмотреть. Правда или нет это? Ну, простите, ну дайте две минутки. Я хочу теорию посмотреть. Так, смотрите. Так, собаку, наверное, это не на это, смотрите. Вокруг нету ни одного тела, правильно? Правильно. Нет, я ошибся. Ну, я тогда не понимаю, откуда эти два штуки вылезли. Ну, а здесь солдат. Вот после вот этого вылез солдат. А вот с этого вылез... Где? Где-то тут. Девочка. Вылезла. Ну, или мне просто кажется. Не знаю. Ладно, где-то. А Брейлор путешествовал себя с тобой. Он показал себя другом ревнителем Холенести. Кажется, вы хотите что-то спросить. Что вы ищете? Знажденная накидка Роджима. Я искал генерал Андари. Когда мы обнаружили существующий туннель, она делала на возвращаться в лагерь, а затем отправилась на местороскопах своих солдат. Потом из пещер полезли ледяные тролли. Они убили большинство оставшихся солдат. Ты знаешь, куда пошел генерал? Похоже, как так много ледяного тролля от одного из ее солдат. Когда мы оказались в безопасности, я узнал то, о чем ты спрашиваешь. Последний раз и увидели на раскопку в самой северной пещере. Хм... Генерал Андари поработил ревнителем Холенести? Она вставила нас искать репию под названием Накид Караджина. Поначалу обращение было ужасным, но я попросил ее быть немного поменее. Взамен начал уметь этих ревнителей Холенести помощи. Она согласилась? Да. Я нечаянно, честно, я хотел прочитать. Может, несколько троллей меньшее цель. Передет трубка. Надо понятие спуститься прямо к входу в пещеру. Ху-ху-ху. Ху-ху. А че... А че у тебя щит постоянно дает? Я тоже хочу. А, не. Постоянно. Ладно. Кстати, я что хотел? Я хотел посмотреть какие-нибудь прикольные навыки, которые агрят. Агрят. Нет. Я хочу агр. Агр. Здесь как бы я не взял. Ну, фу-ху-ху. Затем не подсвечу. Нет, это не то, что я хотел. Мне надо агр. 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 Ладно. Который бежит, ну, 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 я помню. Ладно, неважно, короче. Аминсерский пещеру. Хорошо. Ай, нет, нет. Ух ты, шка. Тут что? Ну, прикольно. Ладно, потом сюда вернемся. Пошли. Ооо. Хе-хе. Я смотрю, подобрет с ледяным существом. Какой это? Ледяный тролль. Я чуть не перепугался. Думал, может, я неправильно сделал. Ладно. Ладно. Ай, рома. Ай, рома. Ай, рома. Ай, рома. Ай, рома. Кто ты? Черный солдат, пришедший выпустить тролля и валенвод. Судя по-былу, это ледяная рома. Ай, рома. Ай, рома. Почему ты сделан из льда? Что с льдами откуда всем известное мое имя? Да, я не рома. Я надеялась остановить нашествие ледяных троллей, перекрыв им выход. Но лед – единственный облик, который я могу принять со стенами моей темницы. Скажи мне, зачем ты пришла? Ты знаешь, где Накид Караджина? Ты не первая. Генерал Эндари Влакоса умеет в поисках того же самого. Слушай, я знаю, где Накид Караджина. И помогу тебе с поисками, но только если поклоняешься и меня освободить. Зачем тебе моя помощь? Накид Караджина – ключ в моей темнице. Под этим проклятием тем местом с названием зимняя стоянка – Фаленести. Но если я коснусь хотя бы ее каймы, вся моя ненависть исчезнет, и я опять полюблю тень. Реджина, а я скорее сделаю из его кишок строгу для литвы. Освободи меня. Может, только тот… Ну, кто-то другой. Злая, жестокая шутка. Зачем Реджина шутишь-то так жестоко? Чтобы показать, что я полностью вылыл власти, хуже того, чтобы разжечь во мне надежду на то, что мой муж придет и согнет меня. А затем лишит меня этой надежды, ведь он все никак не приходит на тень Реджина ничего не знает о двери, и я не дрогнула ни разу. Я же говорю, идеальная жена. И где мне найти ее? Есть другая пещера, но и дверь примерзла на смерть. За ней проход в мою тюрьму. Да, накидка Реджина, поговори мне, и если поклонишься освободить меня, я тебя упущу. Клянусь. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Че? А я тоже так хочу? А ну, если я ее убью? а я понял пожалуйста но стоп точно покушать. Свиток? Нет, обычный. Поехали. Надо. Уи. Так, вот. Накид Карджина, подойди. Продолжение следует... Держи сюда, я здесь. Несколько веков в этом милосвете внице, по-моему, один в час. Теперь у меня сразу два посетителей за один день. Но у нас мало времени, и я вам дарю скила далеко уйти. Как нам действовать дальше? Возьми это кольцо, мой обрученный обед. Только его я и берегла в этом безотратном месте. Когда принесешь его внутреннюю запу, я смогу присоединиться к тебе в своем едином облике. Я буду предупреждать тебя об опасностях и помогать справляться с ними. А что, если генерал уже нашла реликвию? Ты просишь меня сразиться с ней? Ты же поплялась о свободе. Прости. Из-за обещания о свободе я забыла о манерах. Поступай, как считает нужным. Я не стану давить на тебя и вынуждать нарушить свой обид. И я того не стою. Что тебе известно? К сожалению, очень мало. Может быть, это частичка, которого Роджина, подарена его тени. Зачем он решил потратить ее на нее? Я не знаю. Зачем она генерала? Зачем кому-то вообще? Может, понадобиться частичка Бога, мальчика? Обычный ответ один, чтобы включить силу. А вот зачем ей сила, я сказать не могу. Я не знаю. Эта клуба была здесь заперта. Она включится в солнечную лучину на своем лице. Просто подумать, если это не дарит. Я знаю, что немного используется на стене. Я готова идти. Устаточно. О, здесь. Стоять, 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 стоять. Комодка. Да ну ты несколько веков подождала. Может, еще две минутки подождать. Ничего нет интересного. Стоп, шкаф. Шкаф. Зелень. Поднимись по лестнице и пройди через дверь. Мое творение скоро присоединится к тебе. Короче, она выучила ледяную магию. Да. А ты раньше не могла мне это сказать? А ты раньше не могла мне это сказать? Такс. Гаргулья. Какулия. Это какулия. Это какулия. Нет, придется все-таки ее мочить. Не. Нормально. Пришли. А вот эту какулию придется мочить. Она весь вход перекрыла. ЧТО. 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 Да ладно. Генерал Андари хорошо на своих солдат, но они не выдержали магии внутреннего зала. Будь осторожны. Хорошо. ЧТО. Блин. Эта щетка немножко не становится это все. Куда мы дальше? Куда мы дальше? Куда мы дальше? Куда мы дальше? У нас есть странное какое-то здание? Нет. Давай не веди. Так. Акулия. блин я первые ножи поехали дальше мне чем-то скайрим напоминает мороз за что я любил скайрим можно было полазить по таким вещам и обойти их стороночкой ты не заберешь ее у меня генерал кто ты зачем ты тащишь за собой эту ледяную ведьму говори мне нужна здесь одна реликвия накидка риджина тебе я прославленный генерал альдмирского доме она народная героиня кто лучше подходит для того чтобы владеть силой бога значит и искала реликвию накидка риджина для домеона для домеона для его армии для тех кого хватило сил вести нас против наших врагов накидка риджина брали твой разум ты же генерал домеона приди в себя я ты ты права на нас напали я собираюсь воспользоваться ее силой чтобы перебить наших врагов но не могла остановиться я убивала своих собственных солдат я чувствую как она оживляет мою тень ты должна оставить меня любой ценой хорошо нет ты хочешь меня обмануть обмануть бога обманщиков ха я вижу тебя насквозь я не отдам накидку не тебе никому-то еще тень риджина погубит тебя я кстати я знаю я знаю это я знаю я знаю я знаю но получилось так и перед жену с гриви тогда ты сможешь свой день так говорить с ней ромой ну пошли вот вот это похоже на великий индийский камень это великий индийский камни а вот это это походу это большой великий индийский камень без огранки то что было в обливине это были ограненные правильно очень дорогие она у тебя в руках так так освободи же меня из этой ужасной темнице как мне тебя освободить накидка раджина покинула внутренний зал твоими стараниями и магия темница слабо теперь тебе нужно разрушить ее раз и на сегодня что сделать накидка раджина коварная вещица особенно если вспомнить кратчары которые связывают ее с носителем положи ее в жаруне в центре этой комнаты или женщина мне проклятие развеется не бойся я не пострадаю я уже почти потеряла надежда я буду ржать если муж ее короче не дождался ну там дети и вся фигня леди нейрома ты отвергла мой любовь и теперь я отказываю тебе в путешествии но если ты попросишь у меня обращения искренне я верну блаждающий город туда откуда украл или это очередная его ложь что мне делать что еще мне остается кроме как искать свой дом но сейчас все-таки длилось генерал даже не знаю что это такой если меня никто не наставит тень ржина может с нами меня поработить а не попросишь он рассказал мне религии под названием накидка раджина самом деле раз он что-то о холинести я должна разыскать его и снова увидеть небо хорошо пошли стоп куда найти она лучше знает меня чем я бы никуда идти не надо но в этих пещерах пробыла хрена узнать сколько времени я думаю грот грот еще с килищ надо срочно скачать хочу скачать поиграть мог трубик ледяной Блин, мне надо спутник, я бы взял бы себе вот эту хилершу. Прости за константацию, очевидно, она жива, и из пещеры внизу она носила жуткий шум. Что случилось? Накидка раздвинула мне. Леди Нерума, тебе удалось и свыть ее, она была и, вероятно, сможет поделиться с ценными знаниями в прошедшем городе. Надеюсь, генерал Эндари не доставил у меня никаких неприятностей. Накидка Реджина свела ее с ума, и она умерла. Понимаю. Не знаю, зачем она все это сделала, но когда-то она была героиней. Не представляю, как ее солдаты это воспринимы. Как видишь, подобные реликвии опасны. Я могу доставить Накидку в Гилле Мага в Волден Рут. Местные маги сумели обознать ее силу. Точно? Несомненно. Служение восьми подготовило меня к такому. Я доставлю ее в Волден Рут, немедленно и без происшествий. На. Превосходно. Мне страшно даже подумать, чем бы это все закончилось, ведь здесь ты. Но это уже не имеет значения. Мы следим, вернемся в Волден Рут, как только это будет безопасно. Нефритовая. Так, тяжелый шлим нефритовая генерала. Цена. Понятно. Как всегда. Неруно. Если только слышишь что-нибудь о Фаленестии, пожалуйста, про песточку. Брэйлор будет ждать. Мы, наверное, еще долго будем здравствовать вместе. В конце концов, я весьма искусна вот, вернее, людям в крови. Хе-хе-хе-хе-хе. Герой Фаленестии. Чем ты такой? Нет, 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 нет. Подожди. В контроле. Нам нужно что-то, как-то, чтобы убить покупателя. Не могу сказать, что, но чувствую, что нужно. Очень прикольная. Хорошо. Что у нас еще интересного тут? Интересно. О, давайте попробуем. Сколько по времени? Да. Что ж, полчаса. Охренеть. Я полчаса дрался с этой херней. Не, миссия прикольная. Честно. Кошак охреневший. Надо было ему, блин, подрезать. Так, что-то у нас тут. Шкура. Попробуем? Как вы считаете? А, ну, как там было, помните? Ладно, давайте попробуем. Продолжение следует. Я не знаю, я не знаю. Продолжение следует... 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 Подожди, стой. Телепорт. Откроем телепортик. Бам. Теперь от этого телепорта в этот телепорт. И всё чётенько. Пол основной дороги. Пол основной дороги. Нет, пока брать не будем задания. Рифт потом. Это прикольно. Рифт потом. Музыка даже как в Скориме. Охренеть. Я хочу. Я возьму и скачу себе опять Скориме. С модами. Не, Скориме. Обливион классно, потому что он напоминает мне, знаете, когда первый раз только играл, да? Я же, ну сперва, первую серию, которую играл, это был Обливион. Вот. А Скорим? Скорим мне понравился атмосферой. То есть, понимаете, вы бегаете в Скориме. Ну, мне нравился. Музыка. Вот. 50% положительных вот этих эмоций давала музыка. Музыка охренительно просто. Так, подожди. Как мне сюда зайти? Ох. Курган-потребальный огонь. Что? Не, ну я, простите. Не, что я отошел от основного нашего повествования, но я хочу. Бля, хочу. Стоп. Стоять. Стоять, стоять, стоять. Че? Оно одна. Нет. У меня пустотный. Подожди, я там внутри была. Офисная, блин. При входе. Да. Фигня. Паучок. Паучок не надо. Убивайте паучка, а с него вылазит сороконожка. Че? Херь? Да. Да. Вяжите в теле по-блэк-лайтски. Пускай будет. Выучим. Такс. Я, кстати, смотрю, там отлазит маг. Но, по-моему, в Скайриме не было такого другого мага. Мага. Стоп, подожди. Ай, блин. Ладно. Ну, это уже разработчики здесь загнались. Да. Такс... А теперь... так теперь смотрим четырёшку не нет задания не будем брать интересно нет 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 задания пока не берем мне необходимо что сделать мне необходимо пройти сюда понял короче потом будем проходить когда рифт я уже здесь положу получше сейчас мне нам необходимо выполнить это задание ай больно да иди ты нафиг ты смотри саду боли Так, нет, да, возьму-возьму-возьму. Блядь, кишки надо было выбросить. Простите, что матерю себя. Я ничего не хотел. Не, хотел, но так получилось. Ладно, так. Залок Ройс. Зачем у Горна только одна? Там он три штуки стоит. Неинтересно. Так, поехали. Кто тут? Кто тут? Уи! Неинтересно. И... 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 Неинтересно. Ладно, пошли отсюда. Неинтересно. Всякая чушь попадается и всё. Ухренеть ты жёстко. А, ну 1460. Понятное дело. Так, всё, больше здесь задерживаться нельзя. Почему? Потому что мы потом ещё... Неинтересно. Неинтересно. Майн. Щайза. Сейчас дадим миссию. Не, мы потом... Мы проходим пока... Градут. Градут. Баз зажёг. Огонька убил. Главного уродца. И ещё. И пальчик. И глядя. Иstone с тюйами. Град lipет. Граcipлер. Здоров, ты вернулся и все части тела по-прежнему на месте, разве что у тебя был лишний палец, а теперь его нет, что ж, тогда не унывай, больше не буду тратить деньги на перчатки, сделанные на заказ и я одолела Драурга в Кургане. Ха, ты ставила им такого сителя, что им стало тесно в их тряпье, или оно вообще на них, если оно вообще на них осталось, я не знаю почему, да и не важно, но они рад, что их последние минуты прошли в крайнем отчаянии. Благодарность, пожалуйста. Завершено. Потому что не дали. Бифштекс. Ощущение о чем. Бифтекс. Бифтекс. Изоленивая чеснокова и перца. Сила библиотекса. Так, мы смогли бы разобрать, и отличается у меня опять. Да, смысл такую гадость. Вот это можно сожрать уже, это не сожняется. Ладно, что у нас дальше. Сколько времени? Час. Не потратили дополнительное время и непонятно на что, да? Ладно. Не, а Уридон мне больше нравился, чем... Град вот прикольно, все зелененько, но слишком влажно. Не люблю слишком влажность. А Уридон как раз прикольненько. Все четенько. Это Кормаун, да? Не, конечно. Да интересно было, что за разговор. Верхний уровень. Нижний уровень. Охренеть, я здесь никогда не был. Не, серьезно. Здравствуйте. Что это такое? Ремесленный заказ. 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 Буберца. Какого хрена? Я чуть-чуть не туда залез Ладно Вот сюда Еще Найдено Ну что, завтра уже досмотрим или сегодня Я вам думаю Ладно Комаран Эридан А, ты не робкого десятка раз так бесстрашно ко мне подходишь Назови мне веское причина, по которой я должен тебя выслушать Я сделаю вид, что ты здесь по моему приказу В противном случае, мои подвины решат, что ты влезла без очереди и начнут точить топоры Че? Королева Эрен прислала меня помочь покончить беспорядками Какая заботливость Я вряд ли смогу отвергнуть такой щедрый дар Эльден Руд сейчас под угрозой возникновения больших проблем Даркаля Комарана Слушай, ты мог их что-то подороже подарить? Какого хрена вы мне всякую дерьмо тарите? Ты искусно? Вызывание посольства Видишь ли, в качестве жеста доброволия королева Эрон пообещала каджитам построить посольство Год спустя каджитского посольства нет ни в памяти Это постоянный источник головной боли Чем вызвана задержка? Хороший вопрос Хочешь послужить крону Комараном? Так спроси, почему принц Неймон не добивается от своих подданных и исполняет своих обязанностей? Он держится так, словно проглотил орденское древо целиком А мне можно так говорить? И я король Ладно, спрошу Все, я выполнил задание, которое я обещал Ладно Все Всем спасибо, кто смотрел На этой прикольной ноте Мы будем заканчивать А завтра мы поговорим С вот этим типочком Стоит Короче Вот это Ааа Сто Да Блин, вот стопудово он, короче, вот этот Либо возглавляет этот Скрытое наследие Либо, короче, он замешан в нем Но жена его была замешана Ладно Все Всем спасибо, всем пока До следующей серии С вами был Николай 180 лет, хорошо Пока Субтитры сделал DimaTorzok